Пятый лишний стоит ли ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю по всему миру. 5 января 2019 года, 14 часов 52 минуты Владимир Цыгоев ряд стран и компаний проводят эксперименты с введением четырехдневной рабочей недели и сокращением рабочего графика. Руководство организации и государств таким образом пытается повысить эффективность и производительность сотрудников. Впрочем, эксперты отмечают, что ожидать глобального сокращения рабочей недели не стоит. Умногие предприниматели и правительство негативно относятся к такой идее, поскольку это осложняет процесс коммуникации между компаниями и создает нагрузку на экономику. В последнее время компании и правительство по всему миру все чаще тестируют переход на четырехдневную рабочую неделю. Попытки изменить производственный график эксперты объясняют желанием организации и государств повысить производительность труда и снизить нагрузку на работающих граждан. В 2018 году внимание широкой общественности привлекло исследование управляющей компанией из Новой Зеландии. В качестве эксперимента руководства организации вело четырехдневную рабочую неделю. В течение двух месяцев 240 сотрудников в 16 офисах по всей стране работали на один день меньше, но получали при этом прежний оклад. Также по теме нетрудовые будни, почему число безработных в мире выросло до рекордного уровня в 2017 году число безработных в мире увеличилось на 2,6 миллиона человек и достигло рекордной отметки 192,7 миллиона такие данные приводятся. По итогам исследования выяснилось, что доля людей, свободно совмещающих трудовые и семейные обязанности, увеличилась с 54% до 78%. Более того, уровень стресса сотрудников снизился на 7%, а показатель удовлетворенности жизнью вырос на 5%. Такие данные приводит газета. Со ссылкой на новозеландскую компанию, результаты эксперимента признали успешными, и уже в ноябре. Официально перешла на четырехдневку. Аналогичный рабочий график в середине 2018 года протестировала и немецкая компания по разработке программного обеспечения. Итоги эксперимента также были признаны положительными. Как отметил основатель компании Ян Шульцхофен, в результате перехода на 32-часовую рабочую неделю сотрудники стали лучше справляться со своими обязанностями и производительность труда выросла. Заявление приводится на официальном сайте Plania. Такую систему можно применять в офисных структурах, так как за счет повышения продуктивности сотрудников удастся оптимизировать и ускорить рабочий процесс. Руководителям компании это сократит расходы на коммунальные платежи в офисе, а также затраты на мотивацию сотрудников, которые получат дополнительный выходной, а значит, будут меньше уставать, объяснил в интервью RT вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России Павел Сигал. Ранее похожие инициативы продвигали и крупные компании международного уровня. Так, например, еще в 2016-м Amazon. Запустила пилотный проект для некоторых сотрудников. Рабочая неделя была сокращена до 30 часов с сохранением льгот, а зарплата составляла 75% от стандартного оклада. В свою очередь, консалтинговые компании Deloitte и КМК ввели четырехдневку с гибким графиком. Персонал по-прежнему должен работать 40 часов в неделю, но может самостоятельно распределять это время. Четырехдневные рабочие недели прежде всего имеют важные социальные значения. У работника появляется больше времени для отдыха, любимых занятий, спорта и развлечений, а также больше возможностей проводить время с семьей. Не случайно именно профсоюзы в XX веки инициировали переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную. То же самое произошло и в тех странах, где уже сегодня четырехдневка стала реальностью, рассказала в беседе с Арти. Заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мельчакова. Как отмечает эксперт, на данный момент четырехдневная рабочая неделя была успешно введена в Швеции, Норвегии, Дании и Нидерландах. Сокращенный рабочий график действует также в Германии, Франции и некоторых других европейских государствах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития ОЭС, в 2017 году жители Германии отработали в среднем 1356 часов, Дании – 1408, Норвегии – 1419, Нидерландов – 1433, Франции – 1514, Швеции – 1609 часов. Среди развитых стран наибольшее значение показала Южная Корея – 2024 рабочих часа в год, а среди развивающихся – Мексика – 2257 часов. В России же этот показатель составил 1980 часов. Обратная сторона четырехдневки, впрочем, как отмечают опрошенные Арти. Эксперты, даже на фоне попыток и успешных примеров ряда компаний по сокращению производственного графика персонала глобальный переход на четырехдневную рабочую неделю пока не представляется возможным. По словам Натальи Мельчаковой, большинство предпринимателей в мире в целом негативно относятся к переходу на четырехдневку. По оценке Аналитика, сокращение работы предприятия на один день зачастую может приводить к снижению объемов выпускаемой продукции и, соответственно, доходов. Помимо этого, как подчеркивает Павел Сигал, не каждый работник сможет полностью выполнять все свои обязанности за более короткий отрезок времени. Более того, введение четырехдневки может существенно нарушить взаимодействие сотрудничающих компаний. Так, по словам экспертов, если организация работает пять дней в неделю, а ее партнеры четыре, это может вызывать несостыковки и трудности в коммуникации. Сотрудники за четыре дня должны будут сделать то же самое, что и за пять, а значит, возрастет нагрузка на персонал. При этом партнерам компании вряд ли понравится, что в течение одного рабочего дня в неделю их телефонные звонки будут уходить в никуда. Во Франции, например, ввели рабочую неделю на 35 часов, но правительство регулярно хочет вернуться к 40-часовой, добавил в разговоре с RT управляющий партнер коммуникационного агентства BNC, Марк Шерман. По мнению Павла Сигала, большинство экономик мира пока не готово к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Так, производство во многих странах сегодня требует непрерывной работы, поэтому официальный переход на четырехдневку станет затруднительным для этих государств и потребует больших расходов. В России промышленное производство, например, весьма чувствительно к количеству рабочих дней в месяце. Не стоит забывать, что Россия является чуть ли не мировым лидером по количеству нерабочих праздничных дней. И это, конечно, оказывает определенное давление на экономику, отметила Наталья Мельчакова. Впрочем, по словам эксперта, некоторые корпорации действительно могут позволить себе четырехдневный рабочий график. Так, бизнесмены и топ-менеджеры компаний оценивают короткую рабочую неделю с точки зрения инвестиций в человеческий капитал. Как подчеркивает Мельчакова, после сокращения рабочего времени персонал будет меньше уставать, производительность труда повысится, у работников появятся новые возможности для совершенствования и обучения технологиям.